Доброе утро! В 2018 году в середине декабря прошел всероссийский конкурс «Вершина творчества» на базе Культурно-досугового центра «Октябрь», где каждый житель города, округа, всей России мог принять участие по разным направлениям. И артисты Культурно-досугового центра «Октябрь» заняли высшие места данного конкурса. Это два кубка Гран-при в номинации «Хореография» и «Вокал». Это здорово, мы вас поздравляем. Давайте, вы же не с пустыми руками, да? Оп, и теперь я говорю, букву, букву, крутите барабан. Вот и сам, собственно, приз Гран-при. Скажите, пожалуйста, вот этот конкурс, он для вас что значит? Это очередная победа в вашей творческой жизни или это нечто большее? Ну, победили и... Да, ну и победили. Нет, конечно, любой конкурс – это новая ступень в жизни коллектива. И всегда приятно, когда эта ступень, ну, высшая, как вы видите. И давайте озвучим, какие коллективы победили. Да, ваш ансамбль, правильно? Образцовый художественный коллектив «Ансамбль народного танца Латы» даст там обладать вам лауреатом первой степени и Гран-при. В хореографии забрали все, что можно было забрать. И вокальный ансамбль. Народно-самодеятельный коллектив «Вокальный ансамбль славяне». Гран-при в номинации «Вокал». Также, и еще одно было Гран-при, это я для всех телезрителей расскажу, что еще одно Гран-при в номинации «Инструментальная музыка» заняла Мария Бусыгина из «Нягани». И 12 лет так шпарит, как говорится в профессиональном языке на фортепиано, что судьи не могли ей не отдать Гран-при. Мы ее тоже поздравляем. Что касается, Станислав, Алатыря. Алатырь знают, Алатырь любят. Скажи, трудно постоянно доказывать, что вы лучшие, что вы хорошие, что вы профессионалы? Мне кажется, это всегда трудно доказать, что ты не зря работаешь, что дети не зря. Я, конечно же, самое главное, это не только моя, как говорится, награда, это в первую очередь награда детей. Это их труд, это их пот, кровь, как говорится. Нервы. Да, мои нервы. Поэтому это всегда сложно доказывать, что ты, ну пусть даже не лучший, но мы стараемся, как говорится. Держать себя в классе. Да, но я к чему, потому что Алатырь постоянно занимает практически куда не ездит, куда не отправляется, везде первые места, везде Гран-при. Но для того, чтобы быть лучшими, чтобы быть в форме, чтобы удивлять, сколько необходимо тратить нервов, крови и пота от детей, своих нервов, да, и времени. Вот сколько необходимо, чтобы держать марку, действительно, чтобы с гордостью носить и звание участника, да, хореографического ансамбля Алатырь и руководителя хореографического ансамбля Алатырь. Ну, времени, чем больше, тем лучше, как говорится, да. Да, но, например, вот молодежная группа, которая у нас является основным составом коллектива, они занимаются у нас 5-6 раз в неделю, ну, смотря это мальчики или девочки. 5-6 раз в неделю, чтобы, но все-таки, если такое количество занятий, такое время, проведенное в залах, вы же не являетесь профессионалами? Нет, мы не профессионалы, мы любительские коллективы. Любители, но, несмотря на это. Но делаете так, что даже профессионалы завидуют порой. Ну, до профессионалов нам, конечно, далеко, но стараются. Но есть к чему стремиться, да. Есть всегда к чему стремиться. Что касается вокального ансамбля «Славяне», Кристин, так же, так же удивляют, удивляют, удивляйте. Вообще, сейчас, сейчас тоже сколько времени затратишь на то, чтобы держать себя в форме, голос, чтобы звучал, руководитель, чтобы не кричал, ну, и все, чтобы получал. Ось. Ну, занятие вокалом – это ежедневный труд. Голос, как и любая мышца, нуждается в тренировке. И ежедневные тренировки позволяют звучать голосу лучше, позволяют более стройно петь. Тем более, говоря об ансамбле в Ампене, хочется сказать, что это сложный, кропотливый труд, потому что нужно не только хорошо петь, но и уметь слышать и слушать своего партнера и, конечно же, своего педагога. Это огромный труд, который требует ежедневного труда, кропотливой работы. И, конечно же, чтобы достигать чего-то, мы очень часто собираемся, поем, работаем над ошибками и смотрим в будущее. Ну, и умение хорошо и быстро бегать, потому что, если ты где-то ошибся за всех, это беги, 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 дядь Митя, беги. Планы. Мы знаем, что в ближайших планах у Алатыря поездка, поездка за границу, а все-таки город… Ближняя зарубежья. Да, ближняя зарубежья. Куда поедете, рассказывайте. Да, что? Город Минск, в конце марта мы собираемся в город Минск, Белоруссия. Что там? Что там состоится? Какой конкурс? Это международный конкурс. Мы надеемся, что там будут достойные участники. Хотелось бы посоревноваться с достойными тоже участниками всегда. Надеемся, что и там мы не оплошаем. Понимаете, как говорят сейчас люди? Не то, что надеемся, хорошо займем, а надеюсь, у нас участники будут, наши оппоненты будут достойные. Да, ну что же, мы, конечно же, желаем Алатырю только побед. Буквально в двух словах. Кристина, тоже что-то должно в ближайшем будущем происходить. Что-то еще должно случиться. Да, хотелось бы сказать о том, что в марте месяце, с 15 по 17 марта, мы ждем также ханты-мансийцев, жителей округа России, на всероссийском конкурсе «Сибирская метелица». Он будет хореографический. Ждем любительские профессиональные коллективы и солисты принять участие. Конкурс должен будет быть достойным. Также будет проходить на базе культурно-досугового центра «Октябрь». Достойным, но не таким достойным. На нем не будет алдыря. Почему будет? Будет? Тогда 100% будет достойным. Спасибо вам огромное. Творческих успехов. Доброго бодрого утра желаем вам. С гостями прощаемся. С вами же увидимся 2, 2,5 минуты. Дождитесь. Продолжение следует.